Рассматриваем с вами сейчас первую часть, первую часть, первую книгу, по-другому мы называем, она находится, записана в прозе, вы некоторые подходили, вы видели, вот, возможно, вы взяли некоторые также Танаах, и когда открыли на книге, вы видели, что вначале идет проза, потом идет поэзия, потом опять проза. И вот первая часть, это законченная книга, она написана в прозе, и здесь главная мысль, что небо и земля связаны между собой. И день, да, казалось бы, что это вроде бы земной связанное, и счастливые дня, а оно связано с небом, то есть на небе и был день, а потом он выражается уже на земле позже. Но, с другой стороны, мы увидели, что если даже на небе был второй день, грубо выражаясь, то на земле был первый день, потому что уже была совершена победа. Поэтому измерение иногда неба и земли, оно по-разному идет, по-разному идет. Но оно взаимосвязано между собой. И, по сути дела, я бы хотел сказать так, что мы здесь на земле живем в трехмерном пространстве. Время, пространство и движение. Да, движение, события, движение. Время, пространство и движение. Вот это наше трехмерное измерение. Небесный мир, я грубо выражаюсь, он семиизмеряемый. Ну, я так грубо говорю. И понятно, что в три входит, то есть, в семь небесного, и входит туда три земных. Вот почему небо и земля, они встретятся. Милость и истина облазаются. Они не раздельны, они дополняются. Да. Небесное, там можно больше говорить. Просто сейчас я не буду это расцифровывать. Я просто пример говорю, как бы полнота, семь. Семь. Да, семь. Семь измерений. Это немножко трудно представить. Кто-то слышал о четырех измерениях, да? Слышали о четырех измерениях. Я называю четыре измерения пограничной зоной между жизнью и смертью. Период клинической смерти, когда человек переживает. Это четвертое измерение. Он еще не выходит за пределы, которые называем вечность, да? Вот. Небесная. Вот. И в то же время это уже неземное. Чуть-чуть больше, да? Это та кромка, будем говорить, листочка бумаги. Кромка. Это вот пограничная зона. Пожалуйста. Дальше. Итак, мы теперь смотрим на поведение сатаны. Так, к сожалению, нам надо на него посмотреть. Хотим ли мы или не хотим, но надо посмотреть. Но я вам хочу сказать очень интересную подсказку. Когда вы будете изучать вторую часть, вторую книгу, то вы увидите, что мы забываем с вами первую книгу. Мы о ней забываем. Вот когда читаешь просто от начала до конца книгу Иова, прочитываешь первые две главы, вроде бы впечатлительно. Разговор на небе, с Богом разговор, у дьявола. Мы не понимаем, почему сатана приходит, как он имел право там быть. Потом дальше все приходит на землю. И его продолжает страдать. Мы знаем, почему он страдает, но мы уже забываем, почему он страдает. И мы уже сконцентрированы на земном. Мы уже забыли про небесное. Вот какая интересная особенность второй книги. Она чисто земная. Чисто земная. Вот почему в этой земной книге, во второй, очень важно искать небо открытым. Но вот когда мы читаем первую главу, вот тут мы видим вот яркий этот сюжет, дважды повторяющийся, поэтому как бы делаешь ударение Духом Святым, что вот однажды пришел сатана с сынами Божьими и предъявил свои претензии Всевышнему. И потом второй раз явились обои, да, то есть и сыны Божьи, мы говорим, хорошие, то есть не сатана, и явился тот, который сатана. И опять он предъявляет претензии к Богу. Нам нужно считаться. Нам нужно считаться с ним. Поэтому, когда я сказал, что самое страшное творение это непослушный человек, это правда. Но нам нужно считаться. То есть духовное существо, которое не хочет нам добра. И знаете, почему нам не хочет нам добра? Почему он человек ненавидит? Потому что он не хочет признать любовь Бога Отца. Он бунтующий подросток, грубо выражаясь. Он бунтующий подросток. И отец его тоже любит. Как ни странно, да, может чуть-чуть теоретически звучит, но мы видим здесь проявление любви и к сатане, или не так? Правда? Он не обрывает сатану. Он не ставит его на место. Он дает ему возможность. Говорит, ну если ты уже хочешь, я там не участвую. Но только этого не делай. Иными словами, если хочешь, я тебе не советую. Ты все равно проиграл. Но вы знаете, как подростки говорят, или молодые люди, «Да что вы там пожилые понимаете? Вот мы-то понимаем все, а вы уже старыми стали, вы уже отжили, все все по-новому». Вот таким выступает здесь бунтующий подросток сатана. Выступает против Бога. А по сути дела, он сын Божий. Он сын Божий, как и другие. Только у него неправильное отношение к своему Творцу, как к отцу. Он бунтует. Он хочет доказать что-то. И что он хочет доказать? Что, отец, ты неправильно поступаешь. Ты не такой, как его ты сам себе выдаешь. А разве не то же самое говорят подростки своим родителям? Вы меня не любите, потому что вы мне не купили мобильный телефон. У других всех есть, а у нас нет мобильного телефона ни у кого из детей. Вы не любите никого из детей? Вы не любите? Не пускайте на дискотеку, а другие родители пускают. А вы не любите нас? Вы не любите нам делать, что мы хотим? Вы взрослые. Вы нас заставляете в девчатство приходить домой. Молиться, а потом спать ложиться. Вы не любите нам? Вот такой бунт. Вот такой бунт происходит. Почему этот бунт происходит? Почему этот подросток потом кому-то там сделал зло? Потому что он бунтует не против того человека, которому сделал зло. Это уже результат. Он это делает своим родителям. Он доказывает, что он что-то стоит. А тут не надо ничего доказывать. Тут нужно быть просто в доме отца, а не на поле сражения. В доме отца. А ведь по сути дела это не дом отца. Хотя здесь показывается, да, что пришли к отцу сыны Божьи. То есть пришли, сыны Божьи пришли. Пришли поспелкуваться, пообщаться, прийти разделить общение. И вот один говорит, я не хочу этого общения. И нарушает эту радость своими возрастами. И поэтому я смотрю здесь на мудрого отца, который дает шанс бунтующему подростку сделать самому вывод. чтобы он сам понял, как он не прав и как правы родители. Поэтому, по сути дела, эта книга рассматривает проблему отцов и детей, точнее, отцов и подростков. И мы можем многому чего научиться в этой части. И поэтому здесь становится еще намного больнее смотреть на отца, которого не понимает сын. Намного больнее. Но ведь не то же самое ли Иисус Христос рассказывал в истории о двух сыновьях? И один бунтовал и ушел. А отец ждал. Он дал ему часть имения. Ты можешь идти и брать, использовать. И он использовал. И то же самое здесь произошло. Ты можешь использовать свои возможности. Можешь. Только этого не делать. Только этого не делать. И он использовал. Он использовал. Ту часть имения он использовал и растучил. Проиграл. Но из истории об одном и другом блудном сыне мы знаем, что хороший конец. По крайней мере, с одной стороны. А здесь трагедия. Да, сатана замолчал. Сатана замолчал после того, когда Ио победил. Когда настоящий сын Божий победил того, который отказался быть сыном Божьим. замолчал. Он замолчал. Правда, Ио вам заговорил. Но это уже другая история. Это история внутреннего мира. А здесь отношения. В этой части рассматриваются отношения. Отношения. Поэтому здесь мы смотрим на Иова и думаем, что центральное лицо в этой части Иов оказывается небо и земля так связаны, что земной отец связан со своими детьми, а небесный связан с небесными детьми. и тот, и другой желает добра своим детям. Но я хочу сказать интересную вещь. Небесный общается со своими детьми, а земной только ходатайся за своих детей. Он не пребывает с ними на общениях. И он не знает, что там произошло. И поэтому говорит, может быть, они похулили. И я догадываюсь, почему он так ведет себя. Он сильно занятый. Когда мы с вами читаем о том, какие у него рассказывают, какие у него были хлопоты, сколько забот было о людях, сколько им он помогал, то можно сказать, что он был сильно занятым человеком. Он хотел всех охватить. И оставалось ему только что помолиться за своих детей, потому что не было возможности встречи. А Небесный Отец построил свое взаимоотношение по-другому. А что, он не такой занятый? Намного больше занятый, нежели земной Отец. Но при этом он находит время общаться. И его интересует мнение каждого. Он общается, говорит, что ты видел? Расскажи мне. Он хочет общаться. И наш Отец Небесный, Он хочет общаться. Но мы знаем, согласно посланию к евреям, что будущее вселенной прилежит не ангелам, но сыну человеческому, а значит и нам. Второму Адаму, а вместе с ним новое начало, новое творение по Христе Иисусе. Это сыны и дочери Божьи. Это рожденные свыше христиане. Он хочет с нами общаться. Он хочет общаться с нами один на один и совместно. И наше общение, оно выражается в церковном поклонении. Или тогда, когда двое или трое собраны во имя Иисуса Христа. Вот тогда третий нас объединяет и Он нас вводит в это небесное общение с Отцом. Никто не может прийти к Отцу, как только через меня, говорит Христос. Поэтому, когда вы будете перечитывать первую главу, вторую главу, обратите внимание вот на эту особенность. И я думаю, Бог вам даст более важные вещи, и вы поймете, что делать ударение нужно не на одного Иова, а нужно делать на двух Иова. Только один бунтующий, а другой принимающий. нужно делать ударение на два Отца. На Небесного Отца и на земного Отца. На Отца Небесного и Иового Отца. Нужно обратить внимание, нужно провести эту параллель. И тогда, я думаю, что-то еще большее Дух Святой скажет, нежели что я мог бы сказать своей немощью. Тех набросков и той ограниченности, которая связана и с временем, и восприятием, например, сегодня вас. Пожалуйста, дальше. Теперь мы должны все-таки посмотреть на страдальца Иова. Страдальца Иова. Потому что эта идея, она будет связывать первую и третью часть. Страдание. Да. Вот теперь, когда мы рассматриваем первую и третью часть вместе, тогда мы говорим с вами о страдании. И в том, что страдалец, праведник, он всегда устоит и будет иметь успех. Что не начало венчает дело, но завершение. Поэтому мы читаем первую и 21 стих. Это как бы зачаток того, что касается уже третьей книги. В этой третьей книге как бы раскрывается вот эта мысль, допустим, первая глава 21 стих. Я сейчас это прочитаю. Эти очень важные слова. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенное. Обратите внимание, сколько раз употребляется слово Господь. Три раза. Случайно ли это? И он человек, который наполнен Словом Божьим, наполнен Богом. Пусть он еще не понимает до конца Отца, он понимает как Господа. Но он не произносит имя Господа Бога напрасно, правда? Не произносит, нет. Но в то же время он использует его очень часто. Очень часто использует. Очень часто. так само как в Новом Завете нас учит молиться молитвы очень наш. Нас учит чаще говорить имя Отца. Досвятится имя Твое. Досвятится имя Отца. Мы должны не произносить его напрасно, но как можно чаще. Как можно чаще. А теперь давайте мы посмотрим на это выражение с позиции Отец. Вместо Господь заменим слово Отец. Отец дал, Отец и взял. Да будет имя Отца благословенно. Вы заметили какая особенность появляется, какой акцент появляется? Заметили? Это новый уровень. И теперь уже отношение тесности, тесного отношения. Господь все-таки расстояние высшее и низшее. А когда говорится Отец взял, то здесь никакой проблемы нет. Нет проблемы. Нет. Потому что ты ему доверяешь. Он твой отец. Он забирает самое плохое у тебя. Он хорошего не заберет у тебя. Он плохое заберет у тебя. Я своим детям не желаю зла. Но иногда мне надо чем-то их ущемить. Мне нужно, да. Я им что-то даю. но что-то и забираю. а иногда я им даю, а потом из того, что взял, забрал. Потому что они не умеют пользоваться. Придет время, я им опять дам. Подарил, я помню, красивую игрушку своему сыну. Но я вижу, как он начал обращаться с этим поездом, который ходил по рельсам. Я понял, что скоро от него ничего не останется. Позавча всем разберет. Это настоящий юный конструктор. Что мне оставалось делать? Я отдал ему паровозико, а остальное спрятал. Я отдал ему часть только, зная то, что если это поломается, есть другая часть, которую еще можно будет использовать. Нельзя все забрать. Если что-то дается, то дается так, чтобы обязательно осталось или все, или частично. Но забирается то, что будет вредно или что могут испортить. это мудрый отец. Конечно, Ио смотрит с позиции господина, но мудрого господина, который наделил его и может забрать. Да, здесь звучит суверенная власть, которую признает Ио. Но когда мы говорим о том, что если отец дал, отец и взял, да будет имя отца благословенно, то здесь знаете, какое-то приходит отчетение. Нет никакой жалости. есть доверие. Просто доверие, доверие отцу. Знаешь, что он любит. А если любит, значит, главное не подаст. Поэтому эти слова, с одной стороны, они говорят о том, как Ио здесь еще находился под властью, но в третьей главе, вернее, в третьей части, прозаической части, то мы видим там уже Ио во всем другом положении. Он уже смотрит на Господа как отца. Но вы же представьте себе, больной человек, проказе, измученный, столько его истерзали разговорами, и вот тут приходят друзья и говорят, ну слушай, принеси на жертву. Это действительно надо быть героем большой буквы. Когда нету никакого руководства свыше, нужно этих людей принять и послужить им, как любит их обитать. Это только тогда, когда действительно познаешь Бога как Отца. И пусть он называет его по имени Господь, но там уже вложено другое понятие. Знаете, иногда верующие молятся не только обращаясь к Богу Отцу как Отцу, но они называют его Господь. Но в этом слове Господь внешне сказано как Господь в содержании Отца. Что мы вносим в понятие Слова? Смысл. Смысл. И когда мы вносим понятие смысла сердцевина, дух Слова, тогда это Слово начинает говорить. Это же подобно тому, как мы говорим иногда одно, а наше лицо говорит другое. Когда вот это есть лицемерие, когда мы думаем об одном, а говорим другое. Но есть нечто лучшее, прекрасное, то, что положительнее. Мы можем в любое имя Бога вложить тайну отца. И по сути дела, в каждом исключительном имени, которое мы сами рассматривали, там заложен отец. Отец будет родиться с любого имени. Но нужно вырасти, вырасти, вырасти до отношений. взросления сынов. Вот где тайна единения верующих. Ведь один открывает Бога как святого, другой открывает Бога как любовь. Но если мы просто думаем и ассоциируемся своими вещами, и не растем, мы не поймем, что в святости есть отец. Потому что кого любит, того наказывает. Но в то же время и в любви есть отец. Кого любит, того и наказывает. И когда мы духовно возрастаем, мы становимся ближе друг другу и приближаемся к престолу Отца. И вот это единение совершается тогда, когда везде мы видим Отца. Мы начинаем от Эль-Шадая дающего и того, кто дает нам, даятеля и переходим к тому, кто дает. А дальше мы переходим к тому, что Отец дает. Мы поднимаемся на новый уровень, который никогда не смогут понять ангелы. Потому что будущее вселенной, как я сказал, предназначено не ангелом, а вот этим детям, которые выросли, которые объединены, которые стремятся в образ мужа совершенного полноту возраста Христова. Когда из двух создается новый один Эхад, но Эхад как Божий народ, народ детей Божьих. Разве это не прекрасно? Я даю вам только пути к тем откровениям, которые вы будете получать, когда будете рассматривать эту книгу. Итак, в первой книге есть свое самодостаточное истина. Это истина связи земного и небесного, и она связывается с Отцом. И в то же время первая и третья книга, они взаимосвязаны преобразованием, переходом в глубинное отношение понимания слова, имени Бога от Господа внешнего и внутреннего к Господу внешнему, который внутренний Отец. Да, Он для всех Господь, но для меня Он Отец. Вот таким уже видит Иол в конце этой книги Бога. Он принимает эту весть любви. И поэтому весть этой любви делиться с другими. Да, это первая весть принести жертву за тех, которые столько сделали зла. И в этом звучит весть прости им, ибо они не знают что делают, что творят. В этом заключается тайна общения Отца и Сына. Тайна Небесного Отца Иисуса Христа, Небесно-земного Сына. И в этом заключается наша с вами тайна. Пожалуйста, дальше. Вторая глава, десятый стих, на что мы еще обратим внимание в завершении сегодняшнего рассуждения. Это нас готовит к второй части. Вот эта мысль. То есть в первой книге зарождена третья книга и зарождается вторая книга. И здесь вопрос, который интересует. Здесь говорится так. это мысль, хотя она связана со второй части, но она выражается как бы по всему тексту первой части. Вторая глава, десятый стих. сейчас я прочитаю. Тут говорит ему жена, похули Бога и умри. Вы обратили внимание, как она называет Бога? Это контраст, да? Господь, Господь, а она смотрит на Бога, как далекого, оставленное. Подобным образом мы можем эту самую вещь увидеть, когда змей разговаривает с женой в Эденском саду. Подлинно ли сказал Бог? Там не сказано Господь. Хотя этот отрывок связан со словом Яхва, Господь. Там подлинно сказал Бог. И жена говорит, да, Бог вот так сказал делать. И жена тоже говорит, Бог, а не Господь. Отрывается небо от земли. Трагедия. И вот жена как раз она отрывает Иова. Она старается его оторвать от неба. Говорит, слушай, да по хули Бога и умри. И Иова здесь тоже говорит с позиции Бога. С позиции не Господь, а Бог. Он говорит на ее уровне. Он не говорит, что ты понимаешь. Он не давит. Нет, он говорит на ее уровне. Насколько она понимает. И по сути дела дальше написано так. неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать. это неправильное определение. Но мы его иногда так говорим. Это нам свойство нашим чувствам так говорить. О нашей вере как говорить нужно. Ибо призванным по его изволению все содействует ко благу. И вот вторая часть, поэтическая часть, она будет как раз крутиться вокруг вот этого вопроса. Так Бог дает доброе и злое или только доброе? И как относиться к доброму и к злому? И он не понимает, что за злым стоит не Бог, а кто? Это нам. И вот впоследствии завершения второй части, когда Бог явится, лично будет говорить о своем откровении. И он скажет, да? Что он скажет? Что он скажет? Что нету зла в нем. Нету зла. Он заботится о животном мире, он заботится о букашке, о червячках, о больших леофанах, которые находятся в пучине морской, крокодилах и других большущих животных, которые называют венцом своего творения и славы своей. людей, что это все красота, что у него только красота, у него нету плохого. Я думаю, это еще одна причина, которую Бог открывает и раскрывая ее, в дальнейшем ее учит, чтобы он видел отца, как только дающего добро. мы иногда оцениваем наших родителей в позиции добрый или злой. А я хочу сказать, что отцов не оценивают, их нужно почитать. Родители нужно почитать, а не оценивать. И принимать. Уважать за то, что они нас родили. Поэтому, когда говорят Бог злой, это неправильное выражение. Он добрый. отец не подаст камня и змею. Он даст хлеба. Поэтому в молитве отчина, с которой мы опять возвращаемся, сказано, дай нам хлеб насущный на сей день. Дай нам хлеб насущный. И не веди на свои искушения, но избавляйтесь от лукавого. В этой молитве конкретно описывается, откуда исходит зло. Зло исходит от сердца человеческого лукаво испорчено сердце. Да, крайне испорчено. И оно исходит к сожалению того, кто не любит Бога и не любит людей. И это зло будет исходить из наших действий, уже не сердец. А это избытка сердца, говорят, пусть так. И с одного источника не может идти сладкая и горькая вода. И в этом этой трагедии, что иногда она течет. и непонятно, как это происходит. Но невозможно, но происходит невозможное. Тайна зла. Откуда она начинает свое начало? И действительно ли с Богом связано зло? Ответ, конечно же, что Бог со злом ничего не умеет. Ничего. и когда змей говорил с женой, опять же в Эдемском саду, он сказал, что будете как боги знающие добро и зло. И там слово Боги стоит и лохим. Вот эти небесные существа, которые знают добро и зло, которые начинают противиться Богу любви. Вот там, к сожалению, приходят вместе с сынами Божьими и элохимы, вот такие, да, сатаны будем называть, которые создают это зло. И поэтому будете подобными как Боги, значит добро и зло. Вот в этом и сражается тайна кушения запретного плода, которое однажды кусили первые люди, и мы несем последствия этого зла. И нам трудно выйти к дереву жизни, потому что нас интересует дерево познания добра и зла. Это также интересовало Иова. И книга Иова разрушает, потому что книга Иова в второй части разрушает эту позицию зла. и открывается дерево жизни, где находится опять Отец. Да, там, где жизнь, там Отец, там, где любовь, там Отец. И вот этими словами я хотел бы завершить сегодняшнее наше общение. Мы сегодня с вами соприкоснулись только с некоторыми частями этой первой вести о Божьей любви, о любви Отца. Итак, наслаждайтесь ею, заполняйтесь ею, когда будете читать первую часть, первую книгу Иова. Аминь. Аминь. Продолжение следует...